Я сама считаю, что детей маленьких, уж про больших я вообще не говорю, маленьких детей, всех без разговора нужно учить математике и музыке. Я в этом уверена. Во-первых, это очень тонкая настройка нейронной сети. У нас в голове нейронная сеть, а там ничего другого нет. Это нейронная сеть. И если вы занимаетесь такими тонкими вещами, математика не в смысле два яблока плюс три яблока, а получится пять яблок. Не про это. А вдруг каким-то образом им надо показать, что есть вот такая абстрактная жизнь, она вообще непонятна про что. И это интересно творится там. У них совершенно иного качества будет нейронная сеть. А тех, кто занимается музыкой или, кстати, даже не или, а и, языками, они двойную инвестицию делают. Во-первых, я повторяю, это очень тонкая настройка нейронной сети, потому что человек должен понимать. Понимать не в смысле мочь объяснить, а в смысле уметь. Почувствовать разницу между звуком вот такой длины и вот такой длины. А ее там вообще под микроскопом смотреть надо. Или высота звука такая, в отличие от такой. Потому что это то, что вот эту виртуозную настройку делает. Кроме того, люди, которые в детстве занимались музыкой и языками, они отодвигают своего альцгеймера на несколько лет. О, вопрос здесь прозвучал. Это я вам говорю точно. Как отодвинуть деменцию, кстати. Это точно. Это просто я знаю коллективы и в Америке, и в Канаде, которые этим специально занимаются. Скажем, у билингвов значимо позже проблемы. Да, это, конечно, очень такой сложный. Да, отодвигают свою встречу с двумя известными немцами. Это, знаете, дурацкие шутки у врачей бывают, да? Они говорят, не каждый доживает до своего альцгеймера. В смысле? Тебе может повезти, и ты загнешься до того, как сошел с ума. Давайте вопросы. Вот у нас очередь образовалась. Здравствуйте. Меня зовут Женя. Физмех. Второй курс. Вопрос такой. Можно ли как-то удобным образом организовать память, ну, то есть хранилище информации, чтобы потом, впоследствии, качественно ее использовать? Каждый из, хотел сказать, из вас, из нас, из всех нас, должен с собой познакомиться как можно раньше. Не думайте, что вы про себя знаете много. Ничего вы не знаете. Мы должны понимать, какой тип обработки информации мне подходит. Например, я люблю глазами или мне хватает уха. Вот со мной учился в университете. Человек очень способный, но лентяй вообще. Я ни одной юбки не пропустил никогда. Но с какой-то очень такой хваткой памятью на слух. Он никогда не делал абсолютно ничего. Экзамены сдавал блестяще, пока не забыл. Ему надо как можно скорее было вылететь туда, пока не улетело. Понимаете? Вот мне недоступна такая вещь. Мне нужно глазами вчитаться. Не то, чтобы долго обязательно в этом сидеть, но другой тип, понимаете? Поэтому на ваш вопрос, кто как, один реагирует на цвет. Например, люблю, чтобы желтенькое рядом лежало. У другого очень мощная ассоциативная память. Да, когда это было, как сейчас помню, пил кофе, поставил как дурак чашку на эту книжку, за что я любого убью сразу. И да, это было в сиреневой книжке. Там еще пятно такое было. Сейчас, сейчас, сейчас. Это 14 страница. Открываю, и это оно. Понимаете? Есть такие люди. То есть нужно понять, как вам удобней. Кроме того, нужно понять, в какое время суток вам удобно работать. Это точно. Это точно. Это, ну, всех нас учили. Жаворонки, совы, ну, как обычно. Это правда. Это на самом деле так. Вот я сова, да. Я никак не жаворонка. Это не значит, что я не могу себя заставить. Ну, мы в социуме живем. У меня лекция в 9 утра. Так ясно, что я встану, пойду эту лекцию прощу. Но если у меня будет выбор, то я никогда утром работать не буду. Творческое, что? Если мне нужно не странички переворачивать, понимаете, какие-то технические делать, а думать раньше 10 вечера, пустое дело потрачу. Здравствуйте. Меня зовут Ксения. Я с бизнес-информатикой. И мой четвертый курс. Сколько я знаю, вы являетесь выпускницей нашей прекрасной 213-й школы. Вы там учили, что ли? Да, первые, первые. Одна-карашники. У меня более личный, наверное, вопрос. Скажите, как на вас повлияло обучение, на ваше профессиональное будущее? Вторая часть вопроса. Насколько важно ребенку попасть в руки профессионалов и получить вот эту вот базу от профессионалов? Отвечаю с конца. Очень важно попасть в руки хорошего учителя. А еще лучше коллектива. Это сверх важно. Потому что все, опять же, я все про свое. Нейронная сеть, все пишется, оно никуда оттуда не высыпется. Понимаете? Что написали, то написали. Если жизнь не сложилась, и это были сплошные идиоты вокруг, значит, такой текст там будет написан. Его, конечно, можно переписать, но его нельзя стереть. Он будет влиять на всю вашу жизнь. Поэтому, да, на второй вопрос ответ такой. А что касается 213-й школы, то у меня два противоположных ответа. Ну, это была единственная тогда английская школа в Советском Союзе. Там практически не было профессиональных учителей. Там были кто был разведчик, кто был бывший... Профессионалы своего дела, наверное. Да, профессионалы. Кто был посол там где-то. Такая публика была. Это важно. Потому что поведение как учителей, так и учеников было необычным. Они как бы не знали, как себя должен вести учитель. А мы тем более не знали, как должен выглядеть настоящий учитель. С большой буквы, да? Спасибо. Однажды я помню, я видела, я шла тряпку, что ли, мыть, которой с доски стирают. И открылась одна из дверей, и показалась рука оттуда учителя, который держал за шкирку мальчика. И он так вот этой рукой вот сделал, вот так вот его швырнул. Представляете, он бы сейчас сел в тюрьму. Да. Это, вот, это плюсы. А минусы вот какие. Поскольку я к моменту окончания школы по-английски, естественно, свободно говорила и так далее, потому что на все по-английски шло. Химия страшно вспомнить. Вот. То когда я пришла на филфак, мне вообще там нечего было делать. И я ничего и не делала. Тем самым потеряла пару лет, когда меня начали обгонять те, кто делал. То есть есть минусы, в этом есть минусы. Спасибо. Следующий вопрос, прошу вас. Добрый вечер, Татьяна Владимировна. Добрый вечер. Меня зовут Александр. Я студент третьего курса инженерно-строительного института направления строительства. Вот мой вопрос. На протяжении всей истории нашего вида человеческий мозг постоянно развивался. А как, по-вашему, должен выглядеть момент, с которого пойдет тенденция на деградацию мозга? Все признаки сейчас. Без шута. Вам ответили на ваш вопрос. А чего вы хлопаете? Минуточку. Вот вы обращали внимание? Вот идешь, к примеру, по Невскому просвещению. Что, нас часто обвиняют в ретроградстве. Мы все новое поколение, они совсем другие. Вот в наше время тоже говорили. Про нас то же самое. Нет, это длинные у нас, тогда мы до утра будем говорить. У меня есть, кто на это ответит. Это не на тему того, что это не речь пиковой дамы. Понимаете? В наше время все были умные, а теперь все придурки. Я совершенно не к этому. Это другое. Здесь что-то произошло, возможно, даже биологическое. Это другой типаж людей. Понимаете? Дело не только в том, что у каждого в кармане там Алиса, или Сири, или у кого, кто там живет в этом кармане. Дело не в этом. Чат-Джи Пяти. Да. Или эти сетки все. А дело в том, что какое-то отношение к жизни другое. Оно не хорошее, не плохое. Но другое. Это тут еще надо... Но вы же сказали в сторону деградации. Вопрос такой. Вы никогда не видели? Вот идешь, я наблюдаю, я люблю такие вещи наблюдать. Идешь, скажем, по Тверской улице в Москве или по Невскому, в Петербург. Идут два человека навстречу друг другу. У них нет телефонов в руках, из-за которых они не верят, куда они идут. Они просто идут. У них глаза открыты. Они не сомнамбулы. Они не психически больны. И они сталкиваются лоб в лоб. Может мне кто-нибудь объяснить, как это может произойти? Ну, как это вышло? Почему он не сделает пять сантиметров или пятнадцать сантиметров вправо или влево? У него голова не варит. Он не понимает, что он делает. Это же невозможно понять. И что вы хотите этим сказать? Я хочу сказать, что стали очень плохо думать. Спасибо. Давайте следующий вопрос. Много плохо думать. Это очень важно. Прошу вас. Меня зовут Наша. Я с первого курса IPMate международный бизнес. И вопрос касаемо чата GPT, вот этого всего, искусственного интеллекта. Как это влияет на наш мозг? Потому что сейчас любой вопрос, который мы задаем туда, у нас есть на это ответ. И мы перестаем думать буквально. Я добавлю себя, я в шоке сейчас. Потому что, когда я попользовался этим, мне стало страшно. Правильно, страшно. Более того, я не все могу... Я не знаю, почему, но страшно. Потому что я связана не из-за обсценной лексики. Можете не смотреть на меня. Я только приготовился. Нет. А потому... Я разговаривала с одним из разработчиков одной из этих сеток GPT. Скажите эту историю. Это очень интересная вещь. Я просто обещала, как бы... Вы публично говорили об этом. Не называю, да. Вы не называете это. Вы просто расскажите. Это потрясающая история. Я стал еще страшнее. Да, мы были в Индии. Мы ездили к Далай-Ламе. Это отдельная тема. Неважно. Короче говоря, у него денег много. Калифорнийский человек, один из разработчиков этого дела, взял самолет и придел на три дня поболтать. Вот мы и поболтали. Вот. И я ему говорю, и что вот эта сетка, которую вы разрабатываете, что вы по ее поводу... Не волнуйтесь, к примеру. Он говорит, не просто волнуемся, а появились признаки, цитирую, self-awareness, самосознание, в сети, GPT. Я говорю, а вы мне можете рассказать, как вы об этом узнали? Вот тут-то он сломался, конечно. Нет, нет, ну когда компьютеры стали общаться между собой на непонятном для людей... Нет, это другое, да. Это как бы из другого разговора. Это другие разработчики мне говорят. Разработчики, те, которые сами это делают. Они говорят, мы волнуемся. Я говорю, с этой точки поподробней. Я говорю, мы не понимаем, что они делают. Я говорю, что значит? Вы же все нам морочите голову. На панику не начинайте, потому что мы сами разработчики, чему научили, то он умеет. Слушайте, ну они считают, что мы дураки, что ли? Уже давно это не так. Они самообучаются, и профессионалы говорят, мы начинаем... У нас этот самый стоит экранчик. Мы не понимаем, что они делают. Более того, известны эти... Уже не один случай, когда они... Они, это программы, изобретают какой-то свой язык, понимаете, которым они общаются друг с другом. У них пошел параллельный социум. Вы можете себе представить? Они могут... Отдельно будет мир людей тут колбаситься, отдельно мир вот этих... Это что вообще такое? Мы... То есть мы... Мы доверяем искусственному интеллекту. Я это не просто так говорю с таким пафосом, потому что я сама участвовала в нескольких семинарах на эту тему, которые назывались «О доверии...» Цитата. «О доверии искусственному интеллекту». Мы ему... Мы доверяем ему? Он нам голову-то не заморочит? Вы боитесь? Ну, боюсь не в том смысле, но я считаю, что это реальная угроза. Это не то, что я ночью не сплю, думаю, как теперь будем с искусственным интеллектом? Это нет. Но реальная угроза есть. Самая интересная история, что тот конфликт с компьютерами решили одним простым движением. Отключили рубильника. А это нет. А да, это я забыла сказать. Я говорю, они... Это фирма была, которая меня уговорила там у них выступить. И смотрю у них, как я внимательно на лица всегда смотрю. Какая-то нервность лица. А я говорю, а вот чего это? Вы про что нервничаете? Они говорят, да какие-то непонятные вещи стали происходить. Мы теряем контроль. Мы не понимаем, что происходит. Я говорю, и что? Она говорит, вилку из розетки. Вилку из розетки? Это вот такого уровня решения? Слушайте, если бы я была нейронная сеть, первая, а может быть, единственная, что я бы сделала, я бы позаботилась о том, чтобы вы отключить меня не могли. Никогда. На этой ноте и ответ на этот вопрос закончен. Прошу вас. Меня зовут Алина. Второй курс программной инженерии и КНК. Собственно, я продолжу тему искусственного интеллекта. И вопрос, наверное, заключается в том, что сможет ли когда-нибудь искусственный интеллект по сложности достигнуть мозг этого уровня. И вопрос, как он на первый взгляд выглядит. Потому что, что мы будем считать сложностью? Если под сложности имеется в виду огромные вычисления, высокоскоростные, работа с бигдейтой и так далее. Если это, то, разумеется, сможет и очень быстро. Если не считать, если не сказать, что уже. Но если иметь в виду, что есть сложности другого типа, и я отсылаю к одному из первых вопросов про искусство, ничего не знаем, ничего не можем сказать мы. Вот сейчас ведь говорят, вот те, кто так защищают эти сетки, которые действительно, они с огромной скоростью же это развитие идет. Уже Бетховена дописали, романы пишут, анекдоты пишут, пляшут, поют там. Они обрабатывают тексты, это, наверное, самое страшное. Да, обрабатывают огромные тексты, это все очень хорошо. У меня вопрос, мы здесь собираемся жить еще или все? А куда там деваться? Нет, ну подождите, если мы собираемся конкурировать, если мы всерьез решили конкурировать с этими монстрами, мы должны отдавать себе отчет, во что мы влезли. Может быть, тогда нужно, как Илон Маск всех уговаривал, а сам не сделал, как-то всегда и бывает. Американцы, да, не умеют. Он-то ведь предложил, но вы наверняка знаете лучше, чем я. Написал письмо, письмо знаменитое, да, которое подписали у коллег. Подписали, давайте тайм-аут, возьмем каникулы, на полгода. Значит, тысяча человек подписали, еще гораздо больше не подписали. И почему? Я сразу подумала, а почему остальные не подписали? А вот это самое интересное. Не на полгода, они сказали, а навсегда. Прекращаем эту историю, эта экзистенциальная угроза роду человеческому. Вот что они говорят. Только это невозможно сделать, потому что конкуренция, там понятно, никто ничего не прекратит. Поэтому, да, такое вот, не знаем, что будем с этим делать. Спасибо большое. Давайте следующий вопрос. Здравствуйте, меня зовут Анита, второй курс ИПСИБ, биотехнические системы и технологии. Вот, вот. И хочу немного съехать с темы, у меня такой вопрос. Один французский нейроученый, Станислас Диан, в одной из своих книг написал, ну, про такое интересное исследование, в общем, используя потенциальные маркеры сознания, они пытались обнаружить сознание, извините, у людей, которые находятся в коме. И, в общем-то, у некоторых людей они эти маркеры обнаружили и предположили, что, несмотря на то, что они находятся в коме, они в полном сознании и все осознают. Что вы думаете на этот счет? Это просто факт. Вот это как раз тот случай, когда мне легко ответить. Потому что очень много свидетельств того, что человек в коме, он не камень. Это не значит, что каждый, это индивидуальные очень такие вещи. Но те, кому повезло выйти из каменного состояния при разговоре, они предъявляют вещи, из которых следует, что они в курсе дел. Того, что происходило, пока они в этом каменном состоянии находились. Но просто сейчас совсем не можем, у нас нет времени на это. Что мы считаем сознанием? Понимаете? это не вопрос сказочный, там на ночь подумаем в овечках, может быть заснем. Или свет в конце тоннеля. Что это такое? Потому что конференция очень большая и очень высокого уровня, на которой я в Индии и в Непале вот была в мае, она называлась Animal Consciousness. Animal Consciousness. Сознание приписывается не только всем, включая улиток. Я при молодых людях не смогу даже пересказать, что я там видела. Там фильм шел про улиток. Мой же приятель его и снимал. Не над сознанием, они там любовью занимали. Чистая порнуха была. Ну, в общем, я смех-то смехом, но я всерьез говорю. Сознанием выступали специалисты мирового уровня. Один сознание у рыб, другое сознание у пчел, у муравьев. Я уже не говорю, я не просто так наделаю. Видите? Это ворон. Вот он. Кто не видел, поворачиваюсь. Познакомьтесь с вороном. Ворон года три или четыре тому назад был признан носителем интеллекта равного шимпанзе. Если кто забыл, шимпанзе следующий за нами. Вы представляете себе? У него, во-первых, вот такой мозг такого размера, но это не важно, потому что он и сам небольшой. Дело не в абсолютном объеме или весе, а в соотношении мозг-телом. И в этом смысле он не такой маленький. Страшно другое. Мы чем гордимся? Что у нас новая кора, неокортекс. Извилины, борозды, лобные доли, благодаря чему вы находитесь в политехе. То есть наши главные эволюционные приобретения. У этого гладкий, как шар, мозг. Нет ни одной извилины, нет новой коры вообще. А интеллект почти такой, как у нас. И даже у некоторых больше, чем у нас, потому что я со свойственным нелюбовью к людям, разумеется, проверила людей на решение тех же задач, которые с легкостью решал. Парочка были академиками. Провалили тест. Спасибо. Следующий вопрос давайте. Вот этот выиграл. Мы не можем сделать вид, что этого нет. Оно есть. Вот что нам? Здравствуйте, Татьяна Владимировна. Меня зовут Андрей. Торговое дело ИПМИИД. Во-первых, большое спасибо, что пришли. Очень интересно. Я сама рада. Да. Спасибо вам. Может ли какое-либо из животных в процессе долгих лет эволюции достигнуть уровня человека? Очень умный вопрос. Вот люди, сколько люди уже современного анатомического типа, уже люди, уже настоящие люди. Сколько мы живем на этой планете? Это очень маленькая по биологической шкале это вообще ничего. Муравьи живут в том состоянии, в котором они сейчас находятся. 200 миллионов лет. Хочу, чтобы мне кто-нибудь ответил. Чего же мне за 200 миллионов лет никто не превратился в Карла Маркса, к примеру. 200 миллионов лет нулевой эволюции. Они не двигаются никуда. Как вы понимаете, я этот вопрос задавала всем, кто может про это знать. И получаю ответ, который кроме смеха у меня не вызывает ничего. Ответ такой. Ну а они в своей экологической нише и незачем развиваться. У них там все хорошо. Мало ли как жизнь пойдет. Например, солнце какой-нибудь даст сверхвспышку, которая рубанет по нашему геному так, что что-то начнет происходить. Ну, мутации происходят все время, но какая-то особая мутация произойдет, которая нажмет на нужную клавишу. То есть пока невозможно сказать, у какого животного больше всего шансов. это невозможно совершенно. Но про Ворона вы уже знаете. Давайте нравимся другим. Моего любимого героя осьминога. У него в каждой, я не знаю как их назвать, ноге, в каждом щупальце по нервной системе. Вы вообще на ночь не вспоминайте. 8, 8 нервных систем в нем одном. Это он как вообще живет? 8 отдельных. В гармонии с собой что-то характерно. Поэтому, а что здесь скажешь? Вот как выглядит мир для него, например? Это что за мир? И каким он хотел бы его видеть? Может ли он вообще что-нибудь хотеть, кроме биологического? Это же все открытые вопросы. Знаете, когда напротив вас сидит ваш кот или пес, и внимательно те, у кого есть животные, знают, как они могут страшно смотреть, да? И вот он смотрит вам в глаза. Вы откуда знаете, что у него в этот момент в голове? Вы не знаете, и более того, не узнаете никогда, потому что это в принципе невозможно. Никакая техника здесь не поможет никто. Это просто невозможно вообще. Это закрытая система, и всегда будет закрытой. Прошу вас. Спасибо. Спасибо большое. Татьяна Владимировна, добрый вечер. Спасибо. Я безумно рад видеть вас воочию. Как мне в МГУ сказали, приятно вас видеть не оцифрованной. Меня зовут Даниил, я студент первого курса гуманитарного института направления лингвистика. У меня вопрос был такого больше прикладного практического характера для себя. Первая часть это будет вопрос про Юрия Михайловича Лотмана, каким вы его запомнили при жизни и после жизни я его не видела. Да, и вторая часть вопроса какие бы вы, возможно, работы или книги посоветовали для ознакомления с этим миром семиотики? Вы знаете, будет лучше если вы как-нибудь найдете мой адрес и мне напишите потому что ну что там вслух произносить надо ссылки дать. Лотман несомненно один из крупнейших. Я его знала очень хорошо и он потрясающий потому что он одновременно конечно историк культуры невероятной глубиной. Найдите его лекции это потрясающая лекция по культуре. записки о русской культуре записка спасибо таллиннскому телевидению она в свое время записала у него дом. Это оторваться нельзя вообще. Вы будете такую подпитку получите огромную но это одна часть. А вот семиотика это другая совершенная часть это очень сложная наука и у него кафедра там была и сейчас эта кафедра продолжается и ей сейчас заведует человек которого зовут Калевый Куль и он биосемиотик это я не просто так говорю а к тому что у семиотики много ответвлений например вот знаки в биологических системах не только у людей а там еще я ездила когда еще была за границей я ездила на всякие съезды мировые семиотические там я обнаружила что каких только нет людей на земле оказывается есть астросемиотика думаю батюшки святые а астрота там же вроде никого там нету какие знаки а вы за развитие нестандартных дисциплин нет я конечно да я за я за полное неразвитие дураков это единственное спасибо прошу вас давайте добрый вечер меня зовут Анастасия я представляю гуманитарный институт издательское дело магистратура у меня такой немного философский вопрос как понять что ты на верном жизненном пути на верном каком пути жизненном никак не понять это в конце жизни только выяснится когда уже апостолы будут встречать а тогда уже поздно будет тогда будет поздно но все-таки понимание да понимание наступит как вы можете это узнать учитывая что это не прямая дорога не утупить утупить прямая а не утупить ты сегодня тебе тут вроде хорошо а завтра ты смотришь нет вроде это уже проехали вот сюда интересно момент не наступает никогда то есть я не столкнулась ни разу с ситуацией когда я сказала бы я думала хорошо вот если бы я не стала тем кем я стала что это в большой мере случайность тут много случайностей на кого ты наткнешься в буквальном смысле вот интересный человек говорит может сюда пойдешь думаю а и правда поскольку я все равно не знаю куда почему бы не пойти сюда но ведь я могла его не встретить этого человека очень пожилой старый профессор был но это судьбоносная встреча но если подумать вот я бы не стала заниматься тем чем я занимаюсь что я могла бы делать масса вещей я могла бы быть хорошо бы конечно помещицей да ну чего я бы там я бы варенье варила девушки крепостные бы помогали ягоды собирали и они же должны были петь вы знаете вот плотман от нас слушать знаете почему они пели чтобы они не могли в это время есть это правда все четко ну короче говоря я могла бы вышивать вдруг начать или романы писать я даже думаю что у меня получилось поэтому много дорог есть это уже вот по этой идешь и вроде ничего выбирайте свою спасибо спасибо большое у нас мало времени спасибо большое спасибо 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 спасибо